Сегодня завершился визит в Крым президента Беларуси Александра Лукашенко. Перед отлётом в Минск он встретился в своей временной резиденции в Мухалатке с председателем Верховной Рады Автономии Леонидом Грачом. Обсуждались вопросы по укреплению политико-экономических отношений между Беларусью и нашей республикой. Крым вновь становится своеобразной политической столицей, где решаются проблемы в основном трёх славянских государств – Украины, России и Беларуси. Как заметил Александр Лукашенко, здесь не только легко дышится, но и появляются свежие идеи. Например, создание мягких границ между исторически близкими народами. О границе много говорили о нашей. Какая она должна быть? Мы пришли к тому, что нам нечего ставить там заборы и разъединять людей. Упаси Господь. От этого никто не выиграет. На южной границе Беларуси и северной границе Украины живут люди, которые веками жили вместе. Безусловно, такие изменения коснутся и взаимоотношений между Беларусью и нашей автономией. Мы снимем всякие препятствия и барьеры. Как Леонид Иванович чётко выразился, что всю дурь, которая между нами существует, надо убрать и дать возможность субъектам хозяйствования работать. Результаты этих словесных соглашений вскоре будут закреплены и законодательно. Будет ли подписано соглашение, по примеру, Москвы с Крымой? Да, Леонид Иванович, главная наша тема, наша переговора заключалась в том, что мы договорились 29 сентября, встретимся в Минске. Я пригласил Леонид Ивановича к себе в Минск. Наши эксперты будут работать до 29-го. И мы подпишем очень широкомасштабное соглашение по сотрудничеству между Крымом и Беларусью. Анализируя обвал российского рубля, Александр Лукашенко посетовал на запоздалась информация о набегающейся угрозе. И только появление Черномырдина на политической арене несколько прояснило ситуацию. Заслуга Черномырдина в том, что он на третий день приехал сюда, мы встретились, и он впервые за это время кризиса достаточно чётко проинформировал нас о ситуации, которая складывается в Российской Федерации. А это нам нужно с Леонидом Ивановичем для того, чтобы мы могли предусмотреть ответные какие-то шаги или шаги в направлении, чтобы и Россию, как я сказал, поддержать, если мы это можем, и защитить свои экономики от негативных последствий, не только мирового кризиса, но и России. Белорусский лидер объяснил, что падение российской экономики равносильно гибели Титаника, когда кризисный водоворот захватят и соседние страны. Единственный выход – взаимовыручка на основе объединения. По-видимому, об этом ещё раз будут говорить два президента перед самым отлётом Александра Лукашенко в Минск.